Приветствую, уважаемые любители компьютерных игр! На ваших мониторах первый пилотный выпуск видеодайжеста новостей от сайта Gameway.com.ua. Итак, во-первых, мы будем видеться с вами каждую неделю. Во-вторых, мы рассказываем только о PC-играх. Ну что же, перейдем к делу. Конец сентября. Слухов, сплетен и приятных новостей с каждым днем становится все больше и больше. Не будем терять время. Поехали! Eodice объявила дату открытого бета-теста шутера Battlefield 3 с 29 сентября по 10 октября. Те, кто оформил предзаказ на цифровое издание игры и те, кто раньше купил лимитированное издание Model of Honor, штурмовать мультиплеер начнут на два дня раньше. Но, чтобы только запустить игру, вам понадобится двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, видеокарта с 512 МБ памяти на борту и 20 лишних гигабайт на жестком диске. Печальная новость для всех PC-геймеров. Warner Bros. перенесла релиз PC-версии Batman Arkham City от студии Rocksteady на ноябрь. Консольные версии выйдут, как и планировалось, 18-го, 21-го октября. Будем надеяться, что это было сделано лишь для повышения качества ПК-релиза. А мы напомним, что в игре нас ждет целая плеяда суперзлодеев. Загадочник, пингвин, Талия Алгул и, конечно же, незабываемый Джокер. THQ сообщила имя разработчика следующей части Homefront. Это, кто бы мог подумать, сама Crytek. Пожалуй, одним только названием студии издатель хочет обеспечить хорошие продажи сиквела и более приветливые отношения прессы. Руководители THQ считают, что Crytek поможет им сделать настоящий блокбастер качества ААА. Еще бы, ведь опыт работы над игрой, где корейцы враг номер один, у немецкой студии имеется огромный. Особенно, если вспомнить первую часть игры Crysis. Выход Homefront 2 запланирован на период между апрелем 2013 года и мартом 2014. Ждем! Уже неудивительно, что вставав в The Old Republic, тоже будет поддержка однополых отношений между игроками. Правда, как сообщает Be Aware, не сразу, а позднее после выхода игры. Эта новость вызвала бурное обсуждение в мировой сети, но стоит отметить, что нестандартные половые отношения навязываться никому не будут. Be Aware оставляет все это дело на личный выбор каждого игрока. Нововведения добавят вместе с одним из обновлений. Тем временем, наконец-то стала известна точная дата выхода игры. В Америке Star Wars The Old Republic выйдет 20 декабря этого года, а в Европе 22 декабря. За месячную подписку придется заплатить 15 баксов. Nvidia рассказала прессе про скорую, бесповоротную и окончательную победу игровых ПК над консолями. Правда, случится это не завтра. По прогнозам аналитиков, PC догонит и перегонит консоли по уровню продаж игр в 2014 году. Ведь с 2008 года эти самые продажи упорно и стабильно растут. Не забыли в Nvidia напомнить и про восьмикратное преимущество графической мощности современных компьютеров над текущим поколением консолей. Читайте скоро на Gameway.com.ua. Hard Reset. Обзор игры. Diablo 3. Отчет по следам бета-версии. Меч и магия битвы героев. Обзор. Бастион. Рецензия. На сегодня у нас все. Напоследок расскажем вот о чем. Четырехлетний PC эксклюзив Crysis в следующем месяце выйдет на консолях нового поколения. Впрочем, наверняка графика в нем будет где-то на уровне консольной второй части, если не хуже. Зачем Crytek все это? Непонятно. А что вы думаете по этому поводу? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова